Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы сегодня продолжаем рассматривать тему финансовой безопасности. И сегодня мы будем рассматривать финансовые пирамиды как особый вид финансовых мошенничеств. Финансовые пирамиды у всех на слуху. В чем же феномен этого явления, которое насчитывает уже несколько сотен веков своей истории? Ну, во-первых, можно предположить, что причины существования пирамид неискоренимы. Потому что всегда будут люди, которые будут хотеть много и быстро зарабатывать, всегда будут люди, которые готовы будут это предложить, а потом обмануть. Желание разбогатеть, так же как и зависть к богатым, всегда будет основой многих финансовых мошенничеств. Финансовая большая аудитория участников тоже является феноменом финансовых пирамид. Потенциально 20-30% населения любого развитого государства уже сегодня готовы вкладываться в финансовую пирамиду с большей или меньшей гарантией того, что они получат деньги обратно. Возможность причинения значительного ущерба. Государство, как социофинансовая система, ввиду крайней уязвимости несощущенных слоев, страдает от присутствия пирамид. Потому что первыми попадают люди, которые нуждаются в помощи. Богатые страдают меньше. В первую очередь от пирамид страдают люди, которым требуется помощь государства. И поэтому появляется угроза социальной и экономической стабильности всего общества. Поэтому в последние несколько десятков лет теме обсуждения причин, генезиса и развития видов финансовых пирамид уделяется большое внимание. Суть финансовой пирамиды – это постоянное привлечение денежных средств. Просто денежные средства привлекаются в виде взносов участников, которые вкладывают деньги не в деловые бизнес-проекты, а в то, чтобы через вливание других людей получить обратно деньги с процентами. То есть происходит постоянное накачивание пирамиды деньгами без реальной деловой цели инвестирования. Доход организаторов пирамиды и выплаты зависит только от прихода следующей волны участников. Если будет следующая волна участников, которые готовы рискнуть деньгами, будут выплаты организаторам, и предыдущая волна получит свои достаточно высокие проценты. В многоуровнях пирамидах, так называемых классических пирамидах, привлечение участников стимулируется еще и денежными выплатами за привлечение каждого нового участника. Пирамиды в мире отличаются достаточно сильно друг от друга, однако все они имеют какой-то набор общих признаков. В основе любой пирамиды лежит способ выплаты дохода. Все выплаты, которые производит пирамида, осуществляются из взносов участников, этих или других. Пирамиды гарантируют доходность по своим вкладам. Доходность по вкладам запрещена практически везде, кроме некоторых банковских продуктов. Однако пирамиды гарантируют доход, и этот доход всегда сильно выше среднего по рынку. В пирамидах всегда является обязательным требованием о первоначальном взносе. Многие пирамиды только живут за счет первоначального взноса, который не возвращается и зачастую оформляется как добровольный вклад участника. В пирамидах всегда очень низкий уровень прозрачности любых процессов, начиная от источника получения денег, кончая объектами для инвестирования. Пирамиды, работающие в настоящее время, не имеют лицензии Центрального банка на осуществление банковской деятельности. Пирамиды для того, чтобы обмануть людей быстрее, требуют от людей быстрого принятия решений, как и любое финансовое мошенничество. Пирамиды ввиду закрытости требуют конфиденциальности информации от участников. Если вы хотите войти в пирамиду, договор вы будете подписывать только после того, когда вы внесли деньги. Никакой нет возможности взять договор домой, подумать дома с близкими, посоветоваться с юристами, пирамиды не дают. Очень низкий уровень раскрытия информации, в том числе и о руководителях компаний. То есть зачастую реальные организаторы компаний остаются в тени. В договоре прописаны только те условия, которые выгодны организаторам, потому что организаторы оказывают любезность, принимая деньги у желающих вложить пирамиду своей инвестиции. У пирамид всегда активная и агрессивная реклама, потому что время от начала приема денег до момента краха всегда крайне и крайне ограничено. Пирамида не может себе позволить существовать долго, потому что тогда она столкнется с необходимостью массированных выплат процентов вкладчикам, что равносильно краху пирамиды. У пирамиды нет риск-менеджмента, потому что в ней существует единственный риск. Это риск быстро или не очень быстро обанкротиться. Специалисты выделяют несколько видов рыночного позиционирования пирамид. Во-первых, в настоящее время существуют пирамиды, которые не скрывают, что они являются финансовыми пирамидами. Во-первых, это хайпы, способ сбора денег через интернет в пирамиды. Во-вторых, это пирамиды, которые имеют достаточно давнюю историю, в частности, пирамида МММ. Все вариации пирамиды МММ, которые были МММ-2011, МММ-2013, они на сайтах называли себя пирамидами, и они сразу декларировали, что источником выплат будут следующие взносы участников. Следующим видом пирамид является позиционирование как потребительские кооперативы. Государство в настоящее время институционизировало потребительские общества и потребительские кооперативы, и это очень удобная ниша для пирамид, потому что эта ниша позволяет принимать деньги от граждан под большие проценты. Однако вторую часть выдача денег под такие проценты невозможна, а пирамиды, собственно, это и не надо. Также пирамиды могут маскироваться под товарные, сберегательные, туристические или строительные пирамиды. Большое количество предложений на рынке вложить деньги в строительство квартир, которые вы получите через 2 или 3 года. Не очень давно была обанкрочена достаточно известная санкт-петербургская пирамида в форме туристической компании. Следующим видом позиционирования пирамид является псевдопрофессиональные участники фондового рынка. Это в первую очередь участники, работающие на рынке Форекс. Когда у вас принимают деньги под инвестиции в ценные бумаги, которые должны приносить неплохую доходность, на самом деле эти деньги никуда не инвестируются, а просто воруются организаторами. Также пирамиды могут мимикрировать под микрофинансовые организации, финансовые, которые до последнего времени слабо регулировали центральным банком и имели возможность активно рекламировать свою деятельность на рынке. Еще одним способом позиционирования пирамид является элитные закрытые клубы. Это достаточно новая идея, ей не более 15 лет, когда людей привлекают в пирамиды не только тем, что обещают большие проценты, но еще и создают особые условия нахождения внутри этого клуба. Жизненный цикл классической финансовой пирамиды чаще всего состоит из четырех частей, из четырех стадий. Первая стадия – это стадия зарождения. Она заключается в юридическом организационном обеспечении деятельности фирмы, в начале продвижения, выбора стратегии рекламы и нишевой аудитории для привлечения денег. Следующая стадия – это стадия насыщения. На этой стадии в результате активной и агрессивной рекламы фирму начинают стекаться участники пирамиды, которые несут туда свои деньги. Происходит сбор денег, и на первом этапе пока не выплачиваются проценты. В этот момент пирамида начинает получать первые сверхдоходы, которые в ближайшее время, на третьей стадии, она вынуждена будет тратить на выплаты инвестиционных доходов вкладчиков. И как только она начинает осуществлять инвестиционные выплаты, сразу возникает вопрос, готовы ли новые участники подпитывать вот эти выплаты. Если ручеек участников не иссякает, тогда на фоне продолжения выплат пирамида продолжает существовать. Если выплаты превышают новые сборы, тогда пирамида переходит в последнюю стадию краха, и она либо банкротится, либо организаторы исчезают, оставляя вкладчиков со своими обязательствами. Среди видов финансовых пирамид чаще всего выделяют два вида, два базовых вида пирамид. Первый вид – это так называемая схема Понци. Второй вид – это классическая многоуровневая пирамида. Вокруг этих двух видов и существует огромная модификация пирамид, в том числе и в настоящее время. Схема Понци считается первой пирамидой в современной финансовой системе. Она названа именем Чарльза Понци, итальянского эмигранта в США, который в начале прошлого века эмигрировал в Америку в поисках лучшей жизни. Он прошел достаточно большой путь предпринимателя, клерка, мелкого жулика, пока случай не показал ему определенные возможности. Случай заключался в том, что один из его контрагентов, друзей из Италии, прислал ему письмо, на которое Понци должен был ответить. И в конверте лежал почтовый купон, который можно было обменять на марку и приклеить на конверт и отправить обратно. То есть его контрагент не нагружал его обязанностью покупать почтовую марку. Она была вложена. И когда Понци посмотрел на эту марку, он увидел, что разница в цене в США и в Европе на эти марки существенно отличается. В 1906 году Международная почтовая конверция приняла к работе эти почтовые купоны, которые имели одинаковые цены по всему миру. То есть в любой стране мира можно было купить этот купон за одни и те же деньги – 6 центов. Однако в начале прошлого века, как мы знаем, в Европе бушевала Первая мировая война. Европа была зоной боевых действий, была разруха, была инфляция. И, соответственно, стоимость товаров резко снижалась. И почтовые купоны стали стоить около одного цента. И когда Чарльз Понци со своим предпринимательским нюхом увидел разницу в цене 1 цент в Европе и 6 в США, у него мелькнула идея, а можно ли на этом заработать. И он, не особо разбираясь, потому что он был не очень грамотным, стал эту идею рассказывать своим знакомым. Идея вызвала восхищение и поддержку у знакомых. Когда Понци стал разбираться детально в условиях этого бизнеса, он понял, что этот бизнес бесперспективен, потому что накладные расходы на перевоз этих почтовых купонов из Европы и США съедают всю прибыль. Однако он понял, что сама по себе идея вызвала восхищение у своих его коллег. И он организовал компанию, которая сделала такое объявление – удвой свои доходы за 90 дней. Она вышла в бостонской газете на последней полосе. Он предлагал людям 50% от их взноса за 45 дней нахождения денег на его счету. И люди пошли. Японцы за первый год собрал несколько сотен миллионов долларов взносов людей, которые готовы были за 90 дней удвоить свои доходы. Там были не только малограмотные рабочие из бостонских заводов, там были университетские профессора, были аналитики с фондового рынка, были банкиры, были предприниматели. И все готовы были отдать Понце деньги. Впереди еще была большая депрессия 1929 года, был биржевой крах. На тот момент Америка росла. Америка зарабатывала деньги на торговлю оружием, воюющую Европу, на поддержку обеих сторон конфликта. И поэтому людей на тот момент опаски в каком-либо неблагополучном развитии событий не было. Понце стал частью финансовой элиты Америки. Он планировал баллотироваться на пост мэра Бостона. Объем денег был столь высок, он принимал до 1 миллиона долларов в день, а в те годы автомобиль Ford стоил порядка 300 долларов, что Понце был вынужден купить банк, контрольный пакет Бостонского, для удобства приема денег. И эта пирамида продолжала бы расти, потому что у нее не было проблем с привлечением денег. Но тут вмешался опять случай. Один из уволенных сотрудников Понце дал интервью бостонской газете. И случился скандал. Прокуратура Бостона, когда разобралась в том, что никаких инвестиций в почтовые марки не было сделано, что эта пирамида арестовала Понце, пирамида была ликвидирована. Понце попал в тюрьму на 5 лет, через 3 года он вышел, уехал в Италию, умер в нищете в Бразилии. Однако эта схема, схема Понце, так как она была первой, в том числе и в Америке, стала нарицательной. Теперь именем Понце называют с одной стороны жуликоватых предпринимателей, с другой стороны, схемой Понце называют алчность потребителей, которые готовы, закрыв глаза, бросаться в малознакомые авантюры, только с одним желанием разбогатеть. Принцип Понце заключался в простом, одноуровневом продвижении своих акций. Классическим примером пирамиды Понце появилась и является еще одна пирамида, самая большая пирамида в мире, которая была разоблачена совсем недавно, в 2009 году в США, это финансовая пирамида Мэдов. Бернет Мэдов в 1960 году организовал фондовую компанию, и она занималась работой на фондовом рынке. Это был достаточно авторитетный финансист на Уолл-стрит, он одно время даже представителем совета директоров биржи Настак, одной из крупнейших бирж мира. С 2000 года Мэдов инвестировал деньги только в одну стратегию. Однако он гарантировал доходность по инвестициям в свою компанию на уровне 16%. В чистоте инвесторы получали 12% годовых. При этом у него была крайне низкая волатильность доходности. То есть независимо от внешних колебаний на рынке, доходность инвестиций в Мэдов составляла 12% в чистую. Это была крайне закрытая пирамида, как и любая классическая пирамида. Когда некоторые фонды пытались провести аудит для того, чтобы вложить какие-то большие деньги в пирамиду Мэдов, компания Мэдов Инвестмент Секюритис отказывалась. Она говорит, что только есть одна компания, которая может провести аудит, и компания его Шурина. Потому что Мэдов не готов разглашать свои секретные стратегии инвестирования, которые позволяют делать такие хорошие результаты на фондовом рынке. И тем не менее фонды, вопреки своим регламентам, вкладывали деньги в пирамиду без аудирования. На фондовом рынке США нет непрофессиональных инвесторов. Там тысячи, десятки тысяч профессиональных инвесторов. Люди, которые не привыкли доверять. Люди, которые привыкли проверять и считать. Тем не менее, итоговые издержки экономики США составили от 17 до 66 миллиардов долларов чистых потерь в Мэдов Инвестмент Секюритис. Каким образом Бернаду Мэдову удавалось на протяжении 14,5 лет водить за нос всю Америку? Эксперты предполагают, что ответ очевиден. Америка хотела заблуждаться. Инвесторы хотели заблуждаться. Был ряд первоклассных компаний, которые отказывались работать с компанией Мэдов. Это тот же Goldman Sachs, тот же Paribas. Однако другие первоклассные банки, инвестиционные компании инвестировали деньги в больших объемах в Мэдов. Мэдов давал двойную комиссию инвестиционному фонду. Это как раз есть форма подкупа. Форма выплаты денег за каждого нового пришедшего. Естественно, брокеры были заинтересованы в том, что держать деньги акционеров в фонде Мэдов. Кроме того, что они получали очень высокую премию, они получали бонусы, они получали репутацию удачливых инвесторов. Кроме этого, они еще и были на хорошем счету у своих акционеров. Они приносили акционерам сверхприбыли руками Мэдов. Мэдов на протяжении 14,5 лет, это 174 месяца, только в 5 месяцах показал убытки. При этом максимальный убыток составлял в одном из месяцев 0,55%. То есть совсем-совсем незначительную величину. Несмотря на то, что в активах Мэдов были акции обанкротившихся компаний WorldCom, Enron, GM, Тем не менее, в момент кризиса у этих компаний акции Мэдов они падали. И Мэдов продолжал выплачивать инвесторам те же ровные 12%. В рамках стратегии, реализуемой фондом Мэдов Инвестинг Секьюритис, все компании получали около 1% чистых денег в год, годовых. Мэдов получал 12%. Коэффициент шарпа, это коэффициент эффективности портфеля или актива, как соотношение среднего риска к доходности, у Мэдов был одним из самых высоких на Уолл-стрите. Все закончилось достаточно плачевно. Мэдов был разоблачен. В итоге он получил 175 лет тюрьмы, что равнозначно практически по жизненному заключению. Корпоративная Америка получила огромный удар. И ответ, почему это произошло, кроется в тех ответах, которые давали инвесторы и шоупонцы. Мы готовы рискнуть, лишь бы получить прибыль. Классическая многоуровневая пирамида, как второй вид пирамид, имеет несколько другой вид. Организаторы точно так же размещают свои акции или ценные бумаги среди участников. Но отличием от схемы понцы является то, что они готовы платить деньги за привлечение следующего уровня участников. То есть участники первого уровня получают не только проценты за вклады, но они еще получают часть денег от вкладов новых участников. И это называется многоуровневые пирамиды. Сколько может быть уровней у многоуровневой пирамиды? Классический подсчет показывает, что если в первом уровне были 6 участников, второй уровень 36, третий уровень 216, четвертый уровень 1296, казалось бы, немного. Но уже одиннадцатый уровень это 300 с лишним миллионов человек. Это больше населения Российской Федерации. А тринадцатого уровня быть не может априори, потому что 13 миллиардов человек это более, нежели население всего земного шара. И поэтому сроки пирамид ограничены в среднем двумя годами. Примером многоуровневой пирамиды может считаться достаточно известная в 90-е годы пирамида Властелина, которая была организована Валентиной Соловьевой. Очень обаятельной женщиной, которая умела хорошо втереться в доверие людям даже из истеблишмента российского. Тем не менее, у нее было всего 9 классов образования, она работала кассиром в одной из парикмахерских Подмосковья. Она создала пирамиду на фоне дефицита 90-х годов. Валентина Соловьева приезжала на предприятие и обещала людям автомобиль за 20% цены. То есть в те годы на фоне дефицита автомобилей они еще стоили немалых денег. Она обещала за 20%. Если вы вложите деньги в ее компанию Властелину и подождете какое-то время. И на самом деле она выплачивала, она давала автомобилями. Потом она перешла к квартирам, коттеджам. Валентина Соловьева на каком-то этапе поняла, что приток вкладчиков настолько большой, что ей нужно сосредоточиться на каком-то одном сегменте вкладчиков. И она выбрала людей самых богатых, самых известных в стране. Среди потерпевших ее пирамиде были звезды шоу-бизнеса, звезды спорта, руководители силовых структур, депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Для того, чтобы беспроблемно общаться с этими людьми, она же сделала в свою пирамиду так называемый «зеленый проход», как на таможне. То есть эти люди могли вне очереди приходить к ней и отдавать деньги, потому что они отдавали гораздо большие суммы. Примерно через два года эта пирамида лопнула. Валентина Ивановна сначала скрывалась, потом была поймана, получила реальный срок заключения, хотя очень быстро, через два года вышла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова